Слушайте христианское радио ежедневно. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире христианская передача «Наследие». Он просил у тебя жизнь, ты дал ему долгоденствие на век и век. Вот такое место, читаю. Сегодня со мной Николай Михайлович и Нурий, Юрий, я их зовут, Исакович. Как я понимаю, Исакович, я Вячеслав Степанович, у меня отец Степан. Сегодня наша тема будет такая, знаете, судьба. Судьба человека, человек, люди рассуждают, люди гадают, когда особенно в школе мы начинаем, подрастаем, и девчонки берут там, берут цветочек и любят, не любят, все мечтают о чем-то. Да и ребята как-то тоже посмотрят в своей жизни о своей судьбе. Да и в общем много радости. Кто-то кого-то любит, в конце концов, кто-то кого-то не любит, что-то разочаровывается. Да потом в конце говорят, судьба кинула меня так. Я знал одного из хороших ребят, который, может быть, мечтал, любил кого-то, одну девушку. Но в жизни получилось, что жизнь так повернула, что ощущался в местах лишения свободы. И он любил одну девушку. И все же, помню, был на похоронах, когда его хоронили. И пришла его сестра, он сказал, он очень любил вот эту девушку. То есть не хочу сказать, она уже замуж за другим человеком. У него, может, жизни тоже не было, но он ее очень любил. Человек ушел уже из жизни. Он был похоронен. Конечно, похороны были тоже так подчувствованы в присутствии Божьей. Но кто-то прошел такой жизнь. Кто-то находится дома, не посещает церковь, курит сигареты и удовольствуется, где-то почитает Библию или так попоет. То есть встречается с такими людьми. И такая вот моя судьба. И он не видит себя. То есть его жизнь так тоже покалечила. Был в тюрьме, отказывался от оружия. Офицер выстрелил в воздух. Он перепугался. У него повышение было психикой частично. И вот человек остался вот такой полукалека. Не то, что полукалека, но я просто даже благодарю Бога, что этот человек находится здесь. И он говорит, я рад, что я получаю какие-то пособия, себе живу и спокойно живу. Кто-то мечтает, кто-то женился, мечтал. Было все как-то хорошо. Вроде 10-2 детей, 10 лет прожили, но в конце мы не можем жить друг другу. Он меня душил, хотел меня убить, отправился в больницу. Судьба. Больше не хочу с этим человеком жить. У кого-то прекрасные судьбы, у кого-то хорошо. Кто-то с годами видит. Прекрасные. Хочу вспомнить, как-то мне говорят, а вот папа, как ваш женился? Мой папа, когда уверовал, он был как-то уважаемый человек. Но когда уверовала моя мама, она приехала с Польши. У нее был дядя офицер. И она уверовала, у нее муж первый погиб на войне. И все девушки говорили, он с хозяйской семьи. Но мой папа, почему-то Бог ему положил на сердце взять себе вдовушку, которая приехала с Польши и привел домой. И дедушка мой был довольно строгий, дядька такой уважаемый. Но Бог ему как-то показал, что он приедет с кем-то. Другие девчонки говорили, зачем он так сделал? Он достойный какой-то прекрасной жены, прекрасной судьбы, похожего себе, похожего своего рода. Братья, история моя. И у меня есть здесь брат, братья по маме. И он работает, он есть музыкант, директор школы. Мы как-то были даже и на Гавайях, встретились годы, конечно, прошли, бегут. Но что-то есть у нас общее. У него дети музыканты. И примерно такая судьба моего отца. Вот, судьба, судьба человека, судьба. У кого-то хорошая, у кого-то тяжелая. На сегодня слушают некоторые люди, которые, наверное, что-то, что-то прошли. И кто-то ропчет на свою судьбу, крест, сколько я могу его нести, где оно было. И кто-то советует, да, ставь ты это. А кто-то говорит, я не могу, вот, я несу такого человека. Он, вот, как-то одна судьба, был как раз в напорье. И вот, ну, вроде бы, прекрасно было. Он в какой-то момент пришел. И вот буквально недавно уже люди, прожившие много, немало времени. И, ну, у человека прошло какое-то ожесточение. Начал бить свою жену. Приехала полиция, арестовала верующего, довольно проповедника. Вот. И прошла любовь, как люди в ряд. И вот что-то человек не состоялся в жизни. Вот. И, конечно, обида, говорит, меня другая жила, а я, она мне отказала, но я ее любил. Я женился так назло всем. Судьба. Давайте сегодня говорить. Это касается, конечно, мы говорим. Вот мы в такой церкви выросли, или нас воспитали так, это уже прямо мы попали в рай. Но, оказывается, не так. То есть, жизнь, она есть, для всех остается определенная, и она сложная. И люди, некоторые боятся жениться, боятся что-то делать. И вот тоже, смотря на историю каких-то людей, они обдумывают, и не решается судьба. Здесь написано, он просил у тебя жизни, и ты дал ему долгоденство на век и век. Ты дал ему, чего желало сердце, и его прошение уст, и его не отрину. И вот ты встречал его благословение, благости, и возложил на голову его венец из чистого золота. Это говорит Давид. Это говорит о том, что у него была мечта, о чем он просил, и вот Бог ему ответил. Как по жизни? Давайте будем рассуждать, как. Или люди не взяли ни в свое, или не упросили своей судьбы, или попали в какие-то обстоятельства, куда и Бог не посылал. Я помню, что у нас даже было когда-то такое, вот когда какое-то было такие гонения, то одному человеку было сказано, не езжай туда, потому что там тебя ждет опасность. Но обстоятельства повернулись так, что ему нужно было поехать. Действительно, он там заболел. Правда, это так было, что человек, бывает, едет, делает то, что не совсем правильно, что Бог бы не хотел. Или этот человек просто, может быть, внушил себе, что он может заболеть. Или действительно так бывает. Давайте рассуждать. Бог говорит Бог человеку. Судьба. Судьба. Сбывающая судьба. Судьба. По жизни, когда я видел многих людей, не всегда видел, например, верующих, и не всегда было можно увидеть счастливые семьи, какие-то упреки, какие-то, вот, ну, такие. И не всегда ты увидишь счастье, наверное, ты скажешь, а я не хочу так вот, и таких верующих, и не хочу так жениться с верующим. А вот, давайте будем говорить о судьбе. Почему-то говорит здесь человек Божий, что вот ему Бог всё отвечал. Ну, будем говорить о том, что верите ли вы в судьбу человека, может ли он её менять, может ли он её корректировать. Ну, давайте, Михайлович, вы. Уважаемые радио сущности, дорогие телезрители, мир вам. Приветствую вас. Я уже соскучился несколько передач, я пропустил, не был с вами. И действительно, меня тянет, магнитит. Господь влечёт меня. Ты, говорит, влёг меня, и я увлечён тобой. Да, действительно. Хочу сказать о себе. Я обещал вам, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, что буду брать примеры из не чьих только жизней, а из своей. Это очень серьёзно и важно. Моя судьба, вы уже многие знаете, сложилась тоже очень необычным образом. С четырёх с половиной лет я уже полюбил Господа, я уже читал Слово Божье в эти четыре с половиной годика. И это не для словца сказано, это правда было. Господь сильно прилепил моё сердце к себе. Оно магнитилось, буквально магнитилось во все дни жизни своей, во все года. И я был юношей, мне было 17-18 лет. Я был очень хорошего вида, и симпатичный, и прекрасный. И вы знаете, просто липли, как мёд притягивает пчёлок к себе, чтобы пыльцу собирать и в були нести. Так много было девушек, которые очень-очень липли ко мне. Я уже говорю без стеснения, потому что я не юноша, я уже годы прожил. И где не идёшь, в автобусе едешь ли, или в троллейбусе, людей много. И всегда, всегда чувствуешь возле себя присутствие молодых девушек. И так, и этак. И очень было непросто жить юношей. Хотелось жить по Слову Божьему. Слово Божье говорит, человек, допускающий мысль в сердце своё, или дающий волю глазам своим, или мозгу своему, он может оказаться в очень серьёзных обстоятельствах. И может и прелюбодеем стать, не будучи в постели с представителем противоположного пола. И может оказаться даже человеком, который потеряет уважение от Господа. А что такое потерять уважение от Господа? Это потерять всё. Если Бог нас перестанет уважать, к нам относиться любвеобильно, если Он перестанет нас уважать как людей, преданных Ему, то что мы есть? Ведь сатана тогда на щепочке нас развеет по ветру. В Индии говорят, когда умирает человек, они его не захороняют, тело в эту самую землю, а они сжигают и прах над рекой развивают. И это меня очень, очень угнетало. Господи, я благодарю Тебя и за внешность, и за вид, и за рост. Я ни в каком отношении не чувствовал ущербным себя. Если люди рождаются, они бы хотели, но они знают себе цену. И они знают, что они ниже среднего, может быть, на троечку, на двоечку с плюсом. А это очень серьезное в жизни человека. То есть я лучше и красивее, все же я имею свой цен. Да, да. Есть и разум. Вот посмотрите на Давида Отрока. Давид прилепился к Господу. Его отец адаптирует к жизни. Посылает он пастухом. Пасет стадо отца своего. Вдруг приходит в дом к нему. Приходит все ли сыны твои и сей с тобою? Он говорит, нет. А что? Нет у меня младшего сына. А где он? Он там пасет стадо мое. Видите, Господь усматривает людей. И Господь планирует человека. И Господь дает человеку все необходимые качества, о которых, может быть, он даже и не просил бы. Но серьезность в чем, дорогие братья и сестры? Быть красивым, быть симпатичным, быть совершенным, быть привлекательным. Это очень опасно. Поверьте, это очень опасно. Это играешь с огнем. Это идешь по канату, который натянут. И в руках у тебя шесть для того, чтобы балансировать свое тело. Чтобы не упасть с высоты и не разбиться. Вот эта ситуация очень характерна для людей, кого Бог наградил, кому дал и красоту, и быть симпатичными, и умными, и разумными, и во всех отношениях совершенными. К такой категории я относился. Высокий, высокий стройный парень. Я всегда, где бы я ни появлялся, всегда я видел, что на меня обращают внимание. Везде, в любом обществе, в любой категории обстоятельств. Я видел, что со мной Господь и во всем, что я не предпринимал, что я не просил у Господа, Господь исполнял. И были такие обстоятельства, когда мне было сложно жить. Михаил Ильич, можно остановить. Но все-таки в школе у вас тоже была какая-то симпатия. Все-таки мы живем, мы смотрим, верующие девчонки, неверующие, чем-то она привлекает. То есть, неужели вы мечтали сразу же, вот я женюсь на... Не поверю, что человек мечтал, что он женится на девчонке, которая ходит в платочки или ходит в монастырь. Не поверю. Вячеслав Степанович, у меня не так было. Я от отреческих лет изучал Слово Божье. Я вникал в Слово Божье, я рассуждал. Я в молитве на колено преклоненно рассуждал над теми вопросами, которые я не мог получить ответ сам в себе. Я был отрок, я был юноша, и мне было сложно. Но я просил Господи, я прошу Тебя, дай мне такую судьбу, дай мне так прожить жизнь, чтобы, оглянувшись, назад не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Знаете, чьи это слова? Горько, по-моему. Островского. Островского. Это был человек из коммунистической страны, из советского общества. Это был человек, который действительно мыслителем был. Это глубокие слова. И я просил Господи, я не прошу у Тебя ни серебра, ни золота. Я не прошу у Тебя ни воинств. Я не прошу у Тебя ни каких-то душ человеческих, чтобы мне быть великим правителем. Хотя я мог бы быть, меня бы предлагали. Я уже рассказывал, что был у Брежнева, Леонида Ильича, когда мне было всего где-то 28 лет. Я был у него в квартире в Москве. Я был у Громыка Андрея Андреевича. Это наш был белорусский человек, который был в Москве. Он много лет работал в посольстве американском. Дипломат был, уникальнейший дипломат. Но он был уникальнейший человек, очень доброй души человек. И когда меня сатана сильно-сильно связал, когда я вынужден был быть уволен, только по одной причине уволен с работы, что я не шел на компромисс. Я работал инженером-конструктором. У меня было много женщин в СКБ, в КБ, где я работал. Женщины были самые различные и красивые, и привлекательные, и магнитные, и все. Но я молился, Господи, я прошу Тебя, убереги мою жизнь. Дай, чтобы мне получить из рук Твоих того человека, который бы стал другом жизни моей, и супругой моей на всю остальную жизнь. Но я об этом не думал. Мне уже было 23 года. Я уже прошел 23 года. Я к этому времени уже много чего получил. Я и был музыкантом, играл на баяне. Я и закончил музыкальную школу, и училище. Я и в консерваторию поступал, уже чуть-чуть позже. Но в это время у меня была одна цель. Господи, я не хочу жить для себя. Я хочу жить для того, чтобы быть сосудом чести освященным, годным и благопотребным Тебя, Владыка, на всякое благоупотребление. Я хочу быть сосудом чести освященным. Господи, так как некогда Ты ответил на молитву матери Анны, которая была бездетна, она не могла забеременеть, она не могла стать матерью по всем ее признакам. У нее были дефекты в теле. И она сильно возопила Господу. Господи, вот если Ты дашь мне дитя мужского пола, то я обещаю, даю обед Тебе, я принесу его Тебе от отреческих лет и отдам его для служения. Так вот, я, рассуждая над этой женщиной, когда мне еще было мало лет совсем, я просил Господи, по аналогии я просил Господи, дай мне, чтобы я ни в чем не нуждался, но главное, чтобы жизнь моя была в руках Твоих, и Ты мог меня употреблять и сделать меня сосудом чести, освященным и годным Тебе, Владыка, на всякое доброе дело. И я хочу, чтобы быть ловцом душ человеческих, для спасения их, бессмертных душ, для того, чтобы, как слово Твое говорит, как Ты в Библии говоришь, и пусть кто-то знает, если кто спасет одного грешника от его погибели, окаянного грешника, отверженного, пусть тот знает, что он покроет множество грехов и будет сиять, как звезды на тверде небесной, вовеки и навсегда. Вот это для меня было целью. Это было для меня то же самое, как если бы смотреть на Голговский крест и там висящего Христа, которого уже нет на Голговском кресте. Михаил Иванович, вот к вопросу, как вы видите, вы человек были такой привлекательный, но у вас была все же какая-то, ну, может быть, мечта, или кто-то с каких-то, вот, допустим, мы всегда, вот, бывает, даже, может быть, верим Господу, да, и внутри, ну, думаем, вот человек нам не нравится, вот я, может быть, она станет, я вот возьму ее, может, со временем она станет верующая, вот именно этот человек меня вот симпатизирует, но потом вы узнали, это не ваша судьба, у вас такое вот было похоже? Вячеслав Степанович, их было великое множество таких девушек, прекрасных, симпатичных, разумных, совершенных, все стали ранее развитых, это было их множество, но я этого множества боялся, я просил Господи, их много красивых, их много симпатичных, как посмотришь на нее, все тает, так же, как и на меня смотрели, у противоположного пола, все таяло внутри, вот, когда я открывал уст, я начинал говорить, они все передо мной юзили, это было много таких случаев, это не фантазия, это правда, но я просил Господи, я прошу Тебя, я хочу получить из рук Твоих одну ту, которая станет помощницей моей, спутницей жизни моей и матерью моих детей, и внуков, и правнуков, я прошу Тебя, дай мне ту, не которую мое сердце хочет, вожделение, глаза мои хотят, а ту, которую Ты мне пошлешь. 23 года было, 23 с половиной года я переехал, я в 23, 22 с половиной года я поменял место жительства, я стал жителем столичного города, города Минска, я сверхъестественным образом там оказался, меня сильно враг стеснил, сильно-сильно они меня прижали, хотели, чтобы искусить, чтобы я потерял свою христианственность, совершенство в Господе Иисусе Христе, в Боге. Я не пошел на компромисс с совестью. И я вынужден был оказаться в том положении, когда я сильно возмолился Господу, Господи, меня по совершенно ложному обвинению решением ФАПКОМа увольняет по совершенно ложной статье, которую мне навесили, лишь только потому, что я отказался от того, чтобы быть с ними в одно, как одно целое. И увольняет с работы решением ФАПКОМа за какой-то прогул, которого я никогда не делал. Я выхожу в обеденный перерыв, а у меня, как всегда, по обычаю, в руках с собой всегда был Новый Завет или Библия. Вот эта Библия, ей уже много лет, но перед этой Библией у меня еще была другая Библия. И вот я выхожу в обеденный перерыв, мои сотрудники идут там, садятся, в домино забивают, в карты там это самое, с сигаретами, маты, все, а я иду и выхожу, там у нас Гай был, лес такой еловый, сосновый, и беседую с Господом в молитве, коленопреклоненно. Я молюсь, я радуюсь, я читаю Слово Божие. Мне это так было прекрасно. Вячеслав Степанович, может быть, может быть, кто-то и не поверит этому, но Бог тому свидетель. Я сильно-сильно полюбил Господа. Я сильно-сильно прилепился к Нему. И я не мог без Слова Божьего бы жить или быть один день не читая Слово Божие, не молясь Господу. Я повторяю, это не бахвальство, дорогие радиослушатели, уважаемые телезрители. Это истинная правда. И Бог тому свидетель, что нет в этом никакой лжи. И вот меня увольняют с работы, уволили. Уволили, но на перерыв, обеденный перерыв. Значит, Господь дал в уста премудрость, как они мне не старались навешать то, чему я не причастен был, обвинить в том, чего я не знал. Но Господь дал такие уста премудрость, что они говорят, 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 а я открыву два-три слова, предложение, и им нечего больше говорить. Действительно, Божья премудрость была в уста. И сижу на скамеечке, и читаю Слово Божие, и молюсь. Идет одна старая сестричка, брат Николай, приветствую вас, приветствую, дорогая сестра. А что у вас такой вид сегодня? Унылый, тяжелый, грустный. О, дорогая сестра, вот сейчас только 10 минут тому назад меня на заседание ФОПКОМа уволили по совершенно ложному обвинению с работы. А знаете, почему это было? Потому что брат один очень пожилой пресс-фитер всю жизнь прожил в городе, в котором я жил, и говорит, подходит ко мне и говорит, брат Николай, я уже долго молился, чтобы Господь расположил ваше сердце. Я говорю, что такое? Я приехал за 70 километров в этот город, где мы сейчас живем, и я прожил здесь всю сознательную жизнь. Но там, где я родился, там место, где стопроцентно все безбожники, атеисты, хульники, все люди, которые злословят, сквернословят, развратом занимаются, это садом настоящий. Но я, говорит, всю жизнь прожил в городе, и я молился, Господь, дай мне, прежде чем я отойду в вечность, а ему уже было за 75 лет, дай мне, чтобы мне еще поехать туда, откуда я начал жизнь, и чтобы мне засвидетельствовать каким-то образом, чтобы эти окаянные садомляне могли принять тебя в жизнь свою, как своего личного спасителя. Николай Михайлович, я вижу ваше сердце, и мне Бог положил на сердце. Я вас очень прошу, у вас есть мотоцикл, а в то время я был юношей, у меня была ява двухцилиндровая, ява 350, когда мне было 15,5 лет, я помолился Господу, и Господь мне дал. Я пошел в магазин, и еще в упаковочке яву двухцилиндровую, ява 350, просто настоящая сказочка не мотоцикл был, и я ездил. Это чудо. Вячеслав Степанович, о чем бы я Господа не просил, безусловно, самые невероятные обстоятельства, самые ужасные, нерешаемые вопросы передо мной включал Господь зеленый сигнал светофора, и я шел и что бы я ни пожелал, Господь на все давал мне положительный ответ. Так вся жизнь моя прошла сознательно, и юношеские годы, и уже средних лет, и преклонные годы, и по сегодняшний день у меня бывают такие вопросы, неразрешимые вопросы возникают передо мною, что бы я ни открыл уста, ни просил Господа, Господь не отвечает и дает все, и передо мной как по щучьему велению, знаете, была такая сказка в школе учили когда-то, по щучьему велению, по моему хотению, рыбка, приди и сделай то мне. Михалыч, я хотел сказать, такой вопрос задать, потому что вы как встретили человека, почему, у меня сейчас ребята, которым уже около 30 лет, один в церкви решил, все, я женюсь, Вячеслав Степанович, я уезжаю, мне пора жениться, поехал, как будто все согласовал, вот я женюсь, я женюсь, но не получилось, там какой-то в конце концов он понял, что это не его, вообще не то приехал, давай я пойду вот работать и виссонерство, но уже это не получилось, человек, люди около 30 лет имеют ребята, и, наверное, девчонки не меньше, и им кто-то говорит, а выходи ты замуж, да, бери ты на интернет, выходи за людей, потому что годы это твои уходят, ты уже чуть-чуть располнила, ты, в общем, тебе уже 30-ка, что делать, и люди меня спрашивают, ты уже дедом стал, презревшим, вот я к этому веду, Ислав Степанович, не зря вы задали вопрос, и когда меня уволили с работы, а уволили за то, что я с этим братом, старцем, которому уже было за 72 года, уже где-то под 80, я дал согласие, чтобы поехать вместе с ним, к нему, в то место, где он родился, и что Господь ему сердцу сказал, что там покаются многие эти садамляне, в среде которых он родился и вырос, и вы знаете, мы поехали, я сажу его к себе сзади на свой мотоцикл, мотоцикл прекрасный, хороший, мощный мотор, Ява 350, это, знаете, это мощная машина, приезжаем туда, и как ступили стопы ног наших, как начали эти окаянные садамляне, извините, окаянные в скобках, я вам в кавычках говорю, потому что он говорил, это люди невозможные, это окаянные садамляне, он так и говорил, они говорят, никто не хотят слушать о Боге, не хотят слушать о бессмертной душе, о жизни вечной, мы там пробыли с ним где-то с недели, все это население, которое было там, приняли Иисуса Христа в жизнь свою, как своего личного спасителя. То есть пришло покаяние людей, они приняли и сказали, Господи, прости нас. Это тоже самое было, аналогия, что было у Ионы, который пришел туда, чтобы свидетельствовать и уговаривать людей, этих садамлян, чтобы они покаялись. У меня же было, я их никогда не видел, но Господь, сила Духа Святого, начало через уста мои употреблять то, что люди, вот с кем говоришь, открываешь уста, призываешь к покаянию, чтобы приняли Иисуса Христа в жизнь свою, как своего личного спасителя, тут же, тут же падают и со слезами на глазах отдают жизни своей. И эти окаянные садамляне, почти на 80% все тут же приняли Иисуса Христа. Но знаете, Вячеслав Степанович, что случилось? Когда я вернулся назад, а я взял отпуск очередной, и я приехал ровно в тот день, когда мне надо было приехать, когда я пришел на работу, они все готовы были меня сожрать с потрохами. Такие ужасные лица у этого начальства. Их кто-то взбунтовал, эти демоны, дьяволы, наверное, не давали им прохода. И что они придумали? Придумали, что я на один день позже вышел, прогул сделал. На один день позже вышел, чем положено, из отпуска. И увольняет. И вот как раз я возвращаюсь к тому, когда в Фабкоме я находился, и они меня там пытались любыми судьбами с грязью смешать, но у них ничего не получалось. Они говорят, 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 поливают меня по-моему, открывают уста, и Господь, сила Духа Святого, два-три слова, три-четыре предложения, и все безмолвные, бессловесные, не могут ничего сказать. Это правда. Увольняет меня с работы. Обеденный перерыв. И эта пожилая сестричка, я сижу и читаю Слово Божие, и мне тяжело, и молюсь, молюсь, сильно молюсь, Господи, я не хочу больше жить в этом городе. Господи, дай мне, я больше не могу здесь жить. Я учился в техникуме, я был старостой всего техникума, всех групп. Меня защитился на отлично. Гоняли, 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 хотели найти что-нибудь, зацепочку, чтобы прицепиться, чтобы где-то найти слабое место. Я без запиночки на пять с половиной ответил весь свой дипломный проект. Защитился. Они меня что делают? лишают диплома. Если ты, Николай Михайлович, не останешь религиозный дурман, этот опиум, ты не получишь диплом. Напрасно ты учился пять с половиной лет, напрасно ты трудился, напрасно ты просто уйдешь ни с чем. Вы знаете, мне это еще тяжелее стало. Еще тяжелее стало. И это все в одном и том же городе, где я жил. и я уже сказал, Господи, дай мне, куда мне уехать, я больше здесь не хочу жить. Я просто уже больше не могу. Там родительский дом, там я родился, можно сказать, вырос, не родился, вырос. И вот так они меня допекли сильно. Я молился и просил, и горькими слезами рыдал, Господи, за что? Чем я, перед кем я погрешил? Чем я пронялся перед кем? Господи, дай мне. И я сижу на скамейке этой, молюсь в обеденный перерыв, подходит эта сестра, говорит, что с вами, брат Николай? Я говорю, беда, сестра, вот только что я вышел на обеденный перерыв, меня склоняли решением Фабкома, уволили с работы по совершенно стопроцентно ложному обвинению, которому я никакого причастия не имею. И я молюсь, Господи, что мне делать дальше? Я не хочу жить в этом городе больше. Дай мне, Господи, куда пойти? Если ты не дашь, то я поеду вот туда. И я сказал, куда я поеду. Она говорит, брат Николай, у вас есть на чем ехать? Я говорю, конечно, у меня Ява-350 прекрасный новый мотоцикл. Вот завтра мы с вами поедем за 40 километров от нашего города. Там есть одна деревушка, село, и там живет старушка, которая уже под 90 лет. И через эту старушку Господь отвечает на нужды людей. Она сосуд Божий. И через эту старушку отвечает на самые различные проблемы. Хочете поедем? Конечно, говорю, сестра. Когда? Вот завтра утром. А завтра утром как раз суббота должна была быть. Встречаемся утрочком. Сажу ее, она уже тоже пожилая женщина, на мотоцикл. И едем. И преклоняем колено. А она говорит, а кто? Кто этот человек? Она знает эту сестру, с которой я приехал менять? Это говорит, наш брат. Это наш брат, Господи. с нашей церкви. И ко мне, а какая у вас, что у вас привело ко мне? Я говорю, сестра дорогая, Бог знает мою проблему. Если можно, давайте преклоним наши сердца и колено. Может быть, Господь скажет, ответит на мою нужду. она смутилась и говорит, так, а что у вас? Я говорю, Господь знает. Преклоняем колено и молимся. Вячеслав Степанович, я извиняюсь, я время забираю, но сегодня вы уже два раза без меня были, так что дайте мне уже сегодня немножко ответить сполна на этот вопрос. Это серьезный вопрос, Вячеслав Степанович, который вы, как всегда, серьезный поставили. Мы молимся, встаем, нету Слова Божьего. Она говорит, говорит, и все на меня позирает, позирает. Что у вас, брат? Я говорю, Господь знает, сестра, у меня есть проблема, и я к Господу обращаюсь. Если Господь имеет ко мне слово, то я думаю, что если вас Господь употребит и даст вам слово ко мне, я это увижу. А потом, когда я увижу, то я все расскажу. Второй раз преклоняем колено, молимся. Опять нет слова. Поднимаемся, это уже сестру начинает волновать, она потеряет мир в себе, равновесие, и говорит, говорит, брат Николай, что же у вас за проблема? Я говорю, дорогая сестричка, Господь знает мою проблему. И последний раз помолимся, если будет Слово Божье хорошо, если нет, значит, мы поедем с сестрой. Преклони колено, и Господь отвечает слово в слово мою нужную проблему. Ты, говорит, решил ехать жить в Риге, но это не мое место, твое место жить в Минске. Прямо так. Так и говорит. И говорит, езжай прямо сейчас, я приведу тебя в этот город и приведу туда, куда надо. И я решу твой вопрос. В то время город Минск был закрытый город для прописки. Никого из посторонних людей, которые не имеют постоянной прописки в городе, никого не брали. Мы встали, поблагодарили Господа, рассказала я сестре нужду. Она обрадовалась, что все совпало, что Господь все точно ответил. То есть, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, я еще раз подтверждаю, Господь и в наши дни такой же, как и был в дни апостолов, в апостольские дни. И сегодня сила Духа Святого совершает работу свою. И в 1963 году, когда я молился, Господь ответил, помните, вы, многие, наверное, помните, как это было. Если вы не помните, откройте, пожалуйста, гугл, наберите интернет YouTube и откройте ibrat.tv.com и найдите рубрику «Наследие» ведущей этой радиотелепрограммы Вячеслав Степанович Кучер. И вы там ищите с прошлого года, с июля месяца. Вы там много интересного увидите и услышите. Я вас просто прошу, я не могу повторять каждый раз одно и то же, у нас ограниченный лимит времени полчаса или час для трех человек это ничто, это по 20 минут, это ничто, что можно за это время сделать, но я вас призываю, дорогие телезрители, уважаемые радиослушатели, где бы вы ни находились, в Японии или в Африке, в Азии, в Латинской Америке, в Украине, в Белоруссии, в России, может быть, кто-то в этот час смотрит нас впервые, наберите, еще раз повторю вам, Google, потом добавьте YouTube, потом ibrat.tv.com, вот это есть та программа, вот здесь мы как раз сидим и есть панно, где написано буквами название этой программы, ibrat.tv.com, и рубрика наследие с ведущим Вячеславом Степановичем Кучером, дорогие братья и сестры. Николай Михайлович, я такой еще вопрос, как вы верите, то есть вот эта женщина, которая вас повезла туда, она знала, что этот человек имеет такой дар, то есть Господь через ей отвечает, то есть как дар пророчий, то есть вот это, почему она вас везла туда, сказала, езжайте со мной, значит, она привезла к этой женщине, и вы, к сестре, можно сказать, человек, который с Богом, то есть вы конкретно, то есть два раза человек молились, и Бог ей не отвечал, а потом просто Бог ей проговорил. Третий раз Бог дал откровение ей, и Бог сказал, кто я, и какая у меня проблема, с какой нуждой я приехал. Вячеслав Степанович, уважаемые телезрители, радиослушатели, знаете, почему это я так делал? Не потому, что я не доверял человек может говорить и от себя. Но когда сосуд Божий, когда в устах человека есть глагол Божий, то такие люди, не зная проблемы, если они имеют диалог с Богом, то они получают ответ. И нужда этого человека становится ясной, когда Дух Святой рассказывает этому сосуду, опять же, в кавычках, сосуду, то есть, человеку, который имеет общение с Богом, в которого есть дары Духа Святого, сила Духа Святого, на котором пребывает Дух Святой, и в котором живет, в сердце которого живет Дух Святой. Вот это как раз произошло и с этой женщиной. Это была старушка. Это была уже под 85, сколько, больше 80 лет. Это вот эта сестра, с которой я приехал, ей уже было за 70 лет, а эта еще старше была. То есть, в таком старом возрасте человеку можно иметь еще такие откровения? О, дорогой брат, очень много таких есть, очень много, и смотрите, где она жила, не в каком-то городе она жила, она жила в захудалой деревушке, в которой, может быть, 20 или 30 всего дворов было. Это хутор небольшой. И она жила одинокая. Она была одна, но она имела контакт с Богом через Дух Святой. То есть, она была спокойная. Бывает такое же, знаете, уже старые пожилые люди, то меня то, то какой-то всегда вурчуне их называют. Ну, как Юра, так просто их и называют уже старички. Они вот, что уже то имени и так утяжело угодить, и то угодить. В общем, и Давид говорит, Господи, если уже в старости моей, когда ускудевает мой ум, то есть, что стар как мал. То есть, ну, примерно так. Слабоумие появляется. А вот эта женщина, вы говорите, что она была... Она была очень, очень любвеобильный человек. Она была почтительная. Она с уважением относилась. Дорогие радиослушатели, телезрители, у нас кончается время. Мы в следующий раз, я обещаю, мы эту тему продолжим, закончим. Уже у нас нет времени, наверное, да? Нет, есть еще. Есть еще. Но, по-моему, у нас есть звонок, да? Да, у нас есть звонок. нам звонит. Это отлично. Да, пожалуйста, возьмите, послушаем. Алло. Могу я говорить? Да, да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Я вот подключился под конец передачи, и слушаю такое свидетельство замечательное о водительстве Божьем. И я не могу остаться равнодушным. Я хочу сказать свое свидетельство. Я прожил уже почти 60 лет без одного. И жил я в Мариуполе. Жена у меня с Винницы. Мы женились где-то в 78-м году. И там в Виннице много сосудов пророков, старушки. Я с Мариуполя, я с пророчествами не так много имел дела, хотя с Печаческой церкви. Вот у нас больше проповеди были, молитвы. Я любил очень проповеди. А жена у меня в такой молитвенной жизни. И мы жили в Виннице, вот потом переехали в Мариуполе жить. И в течение 10 лет мы проведывали маму в Виннице с отцом, родителем, жены. И каждый раз жена меня приглашала помолиться, что Господь скажет на будущее. И у нас жизнь не слагалась и в Виннице, мы болели. И в Мариуполе было тесно нам. И в итоге у меня уже квартира была, все. господь нам всегда говорил, что не будете жить ни здесь, ни там. Готовлю место. Потом Господь говорит, готовлю души. Место готово. Будете жить в чужом народе. И последнее уже свидетельство было у меня напрямую. У меня вызов лежал три месяца на выезд. И я не решался ехать. И на последней молитве Господь мне прямо сказал, Сим, я вижу, какой ты несмелый и нерешительный. Я тебя вразумлю лично во сне. И я приехал домой на вторую ночь. Я спал на диване ночью. И снится мне сон. Я не буду его весь рассказывать, это займет время. Но во сне мне Господь через военного человека сказал, уезжай отсюда. Я говорю, здесь уже все поменялось, жизнь, я живу хорошо, мне нет смысла ехать жену разбудил, говорю, жена беру вызов и оформляю съеду. И прошло с тех пор 25 лет. Я много это никому не говорил. Может родственникам, скал родным. И 25 лет я наблюдал, и у меня не то, что сомнения, а как-то до меня медленно доходит все. И вот когда исполнилось, я хожу еще даже до мне трудно, все доходит, что обстановка, что в моем дворе, где я жил в девятиэтажке, упал один снаряд, повыбивал все окна, побил людей, упал за девятиэтажкой на базарчик, там 30 человек побило, 70 побило у брата через дом. В общем, долго рассказывать, но страшная трагедия. 25 лет прошло, как Господь сказал, через пророчество. Благодарю вас за внимание. Я был рад засвидетельствовать, потому что не было возможности в моей церкви в Портленде, куда я приехал из первых эмигрантов в 88 году, 89 мая. И вот я хочу засвидетельствовать, я очень рад, что Господь сегодня говорит, это аминь. Уважаемый брат, как ваше имя? Как вас зовут? Меня зовут Яков. Уважаемый брат Яков, смотрите наши радиотелепередачи по вторникам с 19 до 21 и по средам с пол четвертого до четырех. Будет, наверное, чуть-чуть длиннее по средам. Вы увидите и услышите еще многое очень интересного. То, что вы говорите мне знакомо, и вы услышите еще то, о чем мы уже договаривались с братом Вячеславом Степановичем. Мы будем говорить о тех чудесах, которые мне пришлось не понаслышке, а на своей собственной шкуре, на своем опыте испытать, увидеть и пройти. Действительно, волосы дыбом станут. Если вы будете смотреть наш интернет ibrat.tv.com и откроете с июля месяца прошлого года и по сегодняшний день, два раза в неделю мы выходим в эфир в то же самое время. И Господь еще многое очень интересного скажет, что действительно будет интересно. Я благодарю вас. Я извиняюсь, у нас время вышло, у нас остается 4 минуты до окончания эфира. Я благословляю вас и вас, дорогие радиослушатели и телезрители, кто с нами. И приглашаем вас завтра, в среду, с пол четвертого до четырех быть с нами тоже в радиотелеэфире. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо, что вы позвонили, брат, что действительно это... Конечно, мы анализируем судьба. Значит, Господь для этого человека сказал так, что такое произойдет. Но хочу сказать еще такую мысль. Когда я приехал на Украину, я знаю, что как-то такие были откровения, что Господь будет какие-то бедствия постигать. Но хотел вам сказать, что когда я приехал на Украину, я увидел покаяние многих людей. То есть я увидел именно в Тернополе, говорят, отришительский город, было много церквей. Увидел такую церковь, мне приглашили, где мой отец был, и они сказали посетите. Я увидел много людей, которых чудесно Господь привел к себе. Поэтому я, конечно, я рассуждаю, потому что кому-то нужно быть там, буквально может быть минуточку Юра что-то скажет, если заканчиваем передачу, потому что может быть вы сегодня Михайлович говорили. конечно, извиняюсь, что я забрал. Ну, конечно, уже время заканчивается, уже время мы заканчиваем. Спасибо. Спасибо. Конечно, давайте будем еще, мы сегодня говорим судьба. Судьба. Мы еще продолжим еще раз в следующий вторник. Я думаю, мы закончим эту тему. Это очень интересно, еще будете слышать. и, значит, видеть то, что будут говорить уста мои. Это очень сверхъестественно и действительно чудодейственно, что Господь делал. Это очень важная тема. И я благодарю Господа, что Вам положил Вячеслав Степанович Господь эту тему на сегодняшний день. судьба. Нас сегодня может слушают и смотрят с Украины. Хочу сказать, что мы молимся, потому что, знаете, так дорого для меня этот край. И я, знаете, вот еще 17 лет когда не был, как-то не получалось. Я просто бежал, хотел увидеть свой дом, на своей земле побыть, где проходило мое детство, где мне Бог тоже отвечал, помогал. И это особенно. Поэтому, дорогие, раз в случае заканчиваю эту передачу. Конечно, вот брат сказал, что вот такие вот ситуации проходят. Я верю, что Бог слышит своих людей, Бог слышит народ. Поэтому продолжайте молиться за наш край, за то, чтобы люди спаслись, чтобы пришло познание, чтобы пришло покаяние, чтобы еще написано многие-многие люди спаслись. Написано, Господь хочет, чтобы люди все достигли познание истины. Достигли. Достигли, да. Заканчиваем нашу передачу, Михаилович, вы хотели позмолиться? Дивный наш Господь, как благодарен я Тебя, что Ты вновь привел меня под кровь этого здания, под кровь церковного здания, где мы можем, Господи, выходить в радио и телеэфир, где мы можем общаться и свидетельствовать от Твоих дивных, чудных, совершенных, до бесконечности совершенных, сверхъестественных делах. Дорогой Господь, ни мы, ни нам, но имени Вашему дайте славу и спаси немногим, может быть, миллиардам землян, которые смотрят нас во всех уголках планеты Земля. Идут телефонные звонки и с Японии, и с Африки, и с Украины, и с Белоруссии, и с России, и со всех концов света. Значит, Ты, Господь, даешь этим людям желание, и их подключаешь к нашему радио, телеэфиру, и мы имеем общение. Дорогой Господь, утешь многие сердца, благослови и исцели еще многих, даруй покаяние и жизнь мечную тем, кто не познал Тебя и не кусил, как благ Ты, Господь. Распусти нас с миром. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любого Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. Спасибо. Будьте благословенны. Год за годом бегут и вечно с нас в нос это не впереди туман, что завтра нам знать не дано. А жизнь летит безвозвратно и ничто не остановит ее. Впереди туман, что завтра нам знать не дано. А жизнь летит безвозвратно и ничто не остановит ее. Еще вчера мы у костра пели песни, встречали рассвет. И с нами были все те, кого сегодня уже с нами нет. Еще вчера и бумажный кораблик уверенно оплыл. А сегодня мы проходим мимо ихних могил. Еще вчера мы у костра пели песни, встречали рассвет. С нами были все те, кого сегодня уже с нами нет. Еще вчера и бумажный кораблик уверенно оплыл. А сегодня мы проходим мимо их могил. мимо 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 А над могилами стоят Возвышаясь к небу кресты Но нет дороги обратно Для них сожжены все мосты Навеки захлопнута дверь Подвал бытия Их уже не вернуть И помочь уже им нельзя Навеки захлопнута дверь Подвал бытия Их уже не вернуть И помочь уже им нельзя Ты стоишь на развивке У больших очень важных дорог Одна сведет тебя погибель На другой ждет тебя Бог По какой из этих двух дорог Ты сегодня пойдешь Будет зависеть твоя жизнь Что воссеешь До и пожнешь Ты стоишь на развивке У больших очень важных дорог Одна сведет тебя погибель На другой ждет тебя Бог По какой из этих двух дорог Ты сегодня пойдешь Будет зависеть твоя жизнь Что посеешь То и пожнешь Я таки хороший Я найкращий в святі Я хожу до церкви Маю я знання Але у сусіда Краща є машина Вона в моем серці Не дає життя Жаба, жаба, жаба Всіх перетоптала Людям в цьому світі Життя не давала Жаба, жаба, жаба То така тварина Коли пустишь серце Нещасна людина Жаба, жаба, жаба Всіх перетоптала Людям в цьому світі Життя не давала Жаба, жаба, жаба То така тварина Коли вскочить серце Пітна та людина Ранці прокидаюсь Хмари, де з'явились І спустило серце З неба до землі Часто так буває Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова